Кстати, сегодня у нас еще конкурс, на котором мы разыграем вот такой набор силиконовых приманок от фирмы Акара. Об условиях этого конкурса Александр расскажет чуть позже. Здравствуйте! Рад вас видеть на канале Акара. Сегодня с вами Максим Ефимов и Александр Воробьев. И сегодня мы хотели рассказать, пожалуй, о самой популярной и народной теме, о джиге. А вернее, о том, как выбрать спиннинг под эту рыбалку. Для начала вам надо определиться, будете выловить с лодки или с берега. Здесь два принципиально разных спиннинга понадобятся, в первую очередь, по длине. Если при ловле с лодки подойдет спиннинг где-то 2 метра, 2,40 в этом диапазоне, то для ловли с берега уже понадобится спиннинг гораздо более длинный. То есть 2,4, 2,7, может быть даже 3 метра. Конечно, иногда ловят спиннингами короче 2 метров, но это уже чаще всего микроджиговая тема, либо ультралайтовая. Ну, естественно, первое, на что обращают внимание при выборе спиннинга, если вы, конечно, уже не выбрали и знаете, чтобы покупать, первое это обращают на дизайн. Но, скажем так, это не самое главное. Понятно, что более главные технические характеристики. И если мы будем продолжать говорить про рукоятку, например, то на джиговых спиннингах рукоятка не должна быть короткой, потому что здесь довольно часто имеет важность дальность заброса. Соответственно, чтобы заброс был более далекий, нужно в заброс вложиться. И, соответственно, второй рукой при забросе мы помогаем. И на короткой рукоятке это делать неудобно. С длинной рукояткой заброс будет всегда дальше. И это я могу вам рассказать на собственном опыте, когда ты ловишь с кем-то в одной лодке, либо идут соревнования, где иногда даже бывает дальность заброса на 1,5-2 метра уже приносит результат. Вот вы и находитесь в одной лодке, приятель у вас бросает на 15 метров, а вы бросаете на 16, условно я говорю. И, соответственно, у вас на метр, скажем, зона облова больше, вы ловите больше свежей рыбы, поклёвок у вас больше, результат выше. А приятель не догадывается, почему тут происходит. Да, ну, вариантов ручек довольно много. Сейчас в моду вошли разнесёнки. Чаще всего они выполнены из неопрена. Ну, это уже, по-моему, такая мода глобальная. Цельных ручек уже практически, ну, не знаю, там, единицы остались. Хотя любители таких тоже есть. Ну, реально попадаются. Ну, на самом деле, вот из чего сделан материал ручки, как разнесённая, неразнесённая, ну, тут только на вес влияет. Ну, а так как джик только на, там, на лёгких палках, это имеет значение, на тяжёлых, ну, там эти 5-7 грамм, которые добавляют этот материал, ну, уже не особо уважен. Сейчас многие гонятся за весом спиннинга, предпочитая более лёгкий спиннинг, и, соответственно, за чувствительностью, предпочитая, впрочем, более чувствительный спиннинг. Да, конечно, это всё так и есть. Более лёгким спиннингом ловить комфортно, и чем выше чувствительность спиннинга, тем чётче вы будете ощущать поклёвку. Ну, но надо понимать такой момент, что, как бы, один и тот же спиннинг даже может себя проявлять по-разному при разных обстоятельствах. Одно дело, вы ловите на довольно тяжёлые веса по верхнему тесту, и тогда он довольно хорошо уже отстукивает дно, и вы чувствуете лучше там и поклёвки, и характер дна. Вот. Другое дело, когда вы ловите, скажем, по нижнему тесту уже на вот этом вот, ну, когда чувствительность уже практически пропадает. Ступенька уже ощущается не так хорошо. То есть это один момент. Да. Второй момент, вы можете на один и тот же спиннинг поставить разный по толщине шнур, и, соответственно, на более тонком, при использовании более тонкого шнура чувствительность будет выше. Также важно, насколько у вас спиннинг сбалансирован. Если вы на лёгкий спиннинг ставите слишком тяжёлую катушку, либо наоборот, на тяжёлый спиннинг ставите лёгкую катушку, баланс спиннинга нарушается, рука у вас устает быстрее, и, соответственно, вам и сложнее как бы ощущать как и поклёвку, так и проводку непосредственно. Поэтому к вопросам чувствительности, как бы, и лёгкости нужно стараться подходить комплексно, а выбрать такой спиннинг универсальный на все случаи жизни, то тут, скорее всего, не получится. Ну, ещё один есть такой фактор, как его называют, злой ли спиннинг или нет. Вот прямо так в магазинах часто задают вопрос продавцам. Ну, да, спиннинги есть злые, есть не очень злые. Ну, на самом деле, ну, считается для джига, что чем злее он будет, тем лучше. Ну, на мой взгляд, это не совсем так. Да, он будет, скорее всего, очень чувствительным, но есть у него и недостатки. Если вы ловите судака, то, наверное, проблем не будет. Но вот если вы ловите джигом ту же щуку, то шансы, что она сойдёт, но довольно велики. Потому что удочка будет отыгрывать крайне плохо, и это так, не есть хорошо. То есть, если вы начинающий спиннингист, то, наверное, самых таких злых брать не стоит. Не спиннингист, а джигит. Я, кстати, перебью немножко. У меня был случай из моей же практики, когда я начинал ловить на джиг, я решил порезче подсекать. И пару раз я вытаскивал щучек, у которых после подсечки крючок, наверное, пробивал верхнюю челюсть сантиметра на 2-3. После этого я понял, что, видимо, с подсечкой что-то перебор уже. И вот на жёстком спиннинге этот эффект будет гораздо более выражен. Для тех, кто не совсем понимает, что такое злой спиннинг, вот сейчас Александр пояснит, он у нас специалист в этом деле. Злой спиннинг, ну, по-простому жёсткий, излишне жёсткий спиннинг, который там позволяет на подсечке именно хорошо просечь рыбу. И такой спиннинг нужен только для ловли судака, и то не во всех случаях. Вот если вы ловите там щуку, окуня, то нужен обычный, средний как бы спиннинг. Ну вот придёте в магазин, скажете, я хочу спиннинг для джига, средний там, и продавец вам порекомендует обычный вот этот вот нормальный спиннинг. То есть тут не надо бояться таких вопросов. Для большей наглядности мы продемонстрируем строеудилище на специальном стенде. Выглядит он примерно вот так. Ну, собственно говоря. Да, сначала мы дадим нагрузку на спиннинг быстрого строя, и вы увидите его изгиб. Потом мы дадим нагрузку на спиннинг медленного строя. И при сравнении картинок будет видна разница. Ну, хотел бы подытожить. Мы сейчас много что сказали. Значит, я бы порекомендовал начинать со строем, ну, если вы джигом ловите, со строем фаст. И если вы уж планируете ловить чисто судака, то экстра фаст. Вот, например, в нашей линейке спиннингов наверное самая такая популярная и вот именно фастовая серия это спиннинги теории. Так что если там будут какие-то вопросы, присмотритесь к ней. Следующий фактор при выборе тест удилища. Если вы прекрасно знаете ваши условия ловли, то вполне возможно, что вам хватит одного спиннинга. То есть вы знаете и вес приманки, под этот вес приманки выбираете спиннинг и успешно ловите. Но если вы довольно разносторонний рыбак и ловите на разных водоемах, то одним спиннингом вам не обойтись. Вот, иногда даже в рамках одной рыбалки нужно иметь два спиннинга. Вот, поэтому так или иначе нужно разбираться довольно хорошо в тестах удилища и понимать, что эти циферки обозначают. Тест часто обозначают двумя способами. Если в унциях у нас получается этот спиннинг от 3-4 до 2 унций, то в граммах это будет, соответственно, 21-56. Вот 21 это нижняя граница теста, 56 это верхняя граница теста. Соответственно, если этим спиннингом ловить на приманке весом 56 грамм, это будет максимально комфортная ловля. То есть вы будете максимально чувствовать проводку и ловить вам будет удобно. Спиннинг будет отрабатывать этот вес как бы лучше всего. Если вы будете ловить приманками весом 20 грамм, то это уже где-то будет на границе чувствительности. То есть, если дно уже будет не жесткое, вполне возможно, вам будет тяжело контролировать ступеньку. Рекомендую ориентироваться на верхнюю границу теста. И этот вес приманки лучше не превышать. То есть, производители обычно перестраховываются. Соответственно, этот параметр немножко занижает. То есть, если спиннинг рассчитан до 20 грамм, то, скорее всего, им можно будет забрасывать и 22, и даже 25 грамм. А возможно, и больше. Многие рыбаки считают, что груз подвесил 20 грамм, а то, что там еще резина, крючок, это тоже там никто не считает. Ну, со временем этот опыт придет. А пока, если вы будете ориентироваться по верхней границе, то не промахнетесь. Каждый спиннинг отличается дальностью заброса. Ну, это действительно так и есть. Потому что от строя, от теста зависит довольно много. Но все равно, говорю, это такой довольно субъективный фактор. Осталось еще упомянуть о фурнитуре. Довольно важный элемент оснащения спиннинга. То есть, насколько качественно она выполнена. Скажем, насколько удобная у вас будет ловля. И дольше будет сохраняться шнур. Если раньше у нас большого выбора не было, если мы хотели какой-то топовый спиннинг, то, соответственно, фурнитуру была только Fuji. То сейчас с новыми технологиями уже как бы нет такой большой разницы. И даже не на топовых спиннингах стоят хорошие и качественные кольца. И уже можно поспорить, что лучше. Там карбид кремния или оксид циркония. То есть, тут разница еще по разным показателям уже разная. И не все в пользу карбиды кремния, к которому все привыкли. Соответственно, не стоит обходить вниманием недорогие бюджетные спиннинги. И очень часто не имеет никакого смысла переплачивать за бренд. Можно вполне за небольшие деньги купить хороший качественный спиннинг. Да, ну и, наверное, последнее, о чем я бы хотел сказать. При выборе спиннинга, наверное, в первую очередь нужно определиться, где вы планируете ловить. То есть, ну, многие, конечно, ездят там по всем водоемам, но многие привязаны просто к одному. И реально там один-два, но три спиннинга имеются и больше им и не надо. Поэтому отталкиваемся именно от того, от условий. Ну, соответственно, там берег, лодка, какие тесты надо будет бросать. Ну, вот, в общем-то, это основные факторы, на что надо ориентироваться при покупке. Если у вас в магазине продавец спрашивает, где вы собираетесь ловить, ну, к таким вопросам надо относиться серьезно, потому что он действительно имеет важное значение. Да, то есть вот именно под это он и будет вам подсказывать, что вам приобрести. Поэтому отвечайте правду. Ну что, мы, наверное, все, что хотели сегодня рассказать, рассказали. Ну, если будут какие-то вопросы, постараемся ответить. Да, пишите, всегда ответим. Были рады видеть вас. Подписывайтесь на нас. Всего доброго. Счастливо. А теперь обещанный конкурс. Сейчас условия озвучит Александр. Ну, ему слово. Да, вот у меня в руках спиннинг Акара Тревел тестом до 12 грамм. Мы его загрузим весом 1 унция или 28 грамм, прицепив за тюльпан. Ваша задача определить, на сколько сантиметров изогнется вершинка спиннинга. Так вот, подвешиваем грузик. Вот такое отклонение вершинки спиннинга. Измерять мы его будем от границы цветов до кончика бланка. Тюльпан не считается. И ответ будет приниматься в сантиметрах. До целого числа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин